Ну что ж, прощайте, Плайдель Кармен, Канкун, и встречай нас, прекрасный город Мехико. Двадцатимиллионный город Мехико. Нас встречает огромная точилочка. Я немножко охрипла, ребята, это раз. Вот, видите, точилочка такая нас встречает. Я охрипла, почему? Я сейчас скажу. Посмотрите, у нас было с собой 10 чемоданов. Можете себе представить? Десять! Это к вопросу, вы все время спрашиваете, а как вы переезжаете с одной стороны в другую? Вот так. Накопилось столько всякого говна. Одно говно, которое можно было выкинуть к чертовой матери. Но это все жалко. И все это говно я вожу с собой. Частично, конечно, повыкидывала. Так, ну вот отельчик какой там, уже не помню. Редисон или что это? Хилтон, по-моему. Хороший отельчик, видите, да, такой он помпезный. Помпезный. Сейчас в номерочек с вами зайдем. Номерочек. Вот, ищем наш номер. Короче, это самое. Немножечко буду задыхаться. Не обращайте внимания, потому что мехико кислорода мало, так как это выходит, находится на высоко в горах. Заходим в номер, дамы и господа. Что мы с вами видим? Сверху кондиционерчик. Ванна. Очень такой классический вариант. Слишком желтая на мой вкус. Но зато преимущество какое? Плитка неубиваемая. Понимаете, да? Тут можно биться лбом об стены, и все будет хорошо и красиво. Давайте посмотрим косметику. Что у нас там за фирма? Я не помню, как она называется. Но она была ничего, такая приличная. Вполне можно. Стырила пару баночек. Стырила пару баночек, и мне их еще хватило на целый месяц. Ну, хорошо, что я не забираю туалетную бумагу, ребята. Это уже огромный плюс. Потому что если бы я брала туалетную бумагу, то это было бы совсем все печально. Вот это совершенно бесполезная комнатулька. Хотя, в принципе, нет. Вру. Довольно полезная. Когда приходили репетиторы к Серафиме, они могли спокойно заниматься. Пока мы занимались другим делом, а дети занимались другим делом. Это какая-то комнатка. Дополнительная, кстати, комнатка. Можно оплатить еще одну комнатку. У вас будет номер с еще одной комнаткой больше. Две двухспальные кровати. Мексиканские кровати широкие обычно. Но вот эти какие-то не супер. Но обычно они широкие. Но они короткие. У меня все время ноги торчат. То есть пятки свисают у меня. Смотрим, ребята. Смотрим. Ну, очень довольно такой аскетизм, да. Как всегда, скандинавский стиль какой-то такой. Зона отдыха. Пожалуйста. Так, кофеварка, отвратная кофе, моча. Но я его все равно пила. Здесь я провела свой марафончик, посвященный такой теме, как деньги и свобода. Вот он, город Мехико. Самый криминальный город мира. Здесь больше всего происходит похищение, грабежи, наркомафия. Поэтому районы нужно знать. И нельзя выходить после пяти вечера. Нельзя. В спортивном случае вы можете получить пулю в живот, друзья мои. Вы можете получить пулю в живот, друзья мои. Субтитры делал DimaTorzok Я даже плакала, я реально клянусь, я стояла и у меня текла скупая женская слеза Ну вот это всякие какие-то там газончики, вот он город Мехико, посмотрите какая интересная архитектура Очень многие издания похожи на такой, ну что ли, испанский стиль, лепнина Мехико просто безгранично, многогранный город, безгранично Резкий такой слой богатых есть людей, причем он довольно приличный, я хочу вам сказать Не как в Москве, он реально очень приличный И бедных, ну бедных конечно же больше, вы это все прекрасно понимаете, бедных больше Вот этот пласт богатых людей, он очень и очень огромный, я бы так сказала Огромный, ребята Ну ничего страшного, если я вот такая, ладно, сипленькая, хорошо Ну ладно, давайте дальше посмотрим, что у нас тут, вот она такая площадь Вот этот город, а вот флаг, мексиканцы очень любят свои флаги Они конечно их любят не так отчаянно, как американцы, но все же, друзья мои, ну все же Вот это от вандализма, видите, вот это, что была такая стена от вандализма Потому что они стараются Так, это у нас музей Сумайя Саумайя Саумайя музей Я его потом вам покажу, но в каком-нибудь другом своем ролике Это какой-то очередной ресторанчик, где он мне готовит салат Салат, это знаете, как вы сейчас скажете, господи, цезарь Это цезарь, но он был несъедобный, честно вам сказал Скажу, повар перестарался, вот он все что-то старался, старался С этим салатом, то одно, что-то навалит, другое вотрет Колдовал, колдовал Ну конечно съели, но в общем не супер вкусно было Так, а это подоспели Как они называются, ракушки вот эти вкусные Я их в принципе не так давно полюбила Они такие, знаете, как писульки солененькие, холодненькие Так это у нас, как хотел сказать, барракуда Не барракуда, а как она такая, похожая, бурата Бурата Вот он вскрывает эту женскую текучую устрицу Вот она Ну я ее полюбила, кстати, с холодным белым венцом Можно эту устрицу съесть Ну что, все, что только можно Видите, красная рыба Октопус Весь такой пуклый, выпуклый Чай и, как ее называются, песочные часы Если ты хочешь крепкий чай То вот смотри на зеленый Вот этот, это Все мне важно Короче, десерты так, чтобы уже совсем вас вынесли Из ресторана Просто вынесли вперед Ногами, друзья мои Ну ты не знаешь, что это Сперма, горячая сперма Она вот разлагает Шоколадный шарик А там внутри окажется такая тайна Сердцевина Вот она Сердцевина какая-то Ну в общем, все От этого будет чесаться писька Жопа слипнется И поэтому ничего хорошего Ну и, чтобы совсем вам стало дурно Приносят сахарную вату за счет заведения Она, конечно, огромного размера Так, это что у нас такое А это мы все сваливаем с этого отеля Мы там порожили неделю И мы сняли R&B, R&B, жилье Квартирку сняли Все, давайте посмотрим квартирку Небольшой рум-тур Короче Значит, это райончик Сейчас скажу Райончик Паланка Первый гостевой туалет Три туалета, короче Это квартирочка R&B Значит, квартирочка, я так предполагаю До пандемии, наверное, стоила тысячи три в месяц долларов Это кухонка такая аккуратненькая Квартирка маленькая Но район очень классный В центре всех событий Кофемашина Вот этот таблеточный кофе Я его попиваю периодически Вы видели сами, да? Ну что, вот это у нас такая зона вторая Идет столик такой, да Значит, вот Три тысячи долларов стоит Когда нет пандемии Когда есть пандемия Две пятьсот И он еще будет дешеветь По всей видимости Потому что вообще нулевой туризм Поскольку все перекрыли на свете Вот, посмотрите Там, кстати, вертолетная площадка Потом я вам покажу Как вертолеты прилетают к себе на работу Босс прилетает, выходит, идет радостно к себе Котики мои любименькие Что там у нас дальше? Ну вот, это очень классный район Но не для жизни все-таки Хорошо сюда вот на месяц приехать Поползать по музею Ну все Тут у нас Netflix Пожалуйста, смотрим телевизор Я здесь снимала ролики Вы видели Но здесь был один минус Вот видите, такая деревянная Да, какая-то Все в дереве Вот в таком красивом красном дереве Это, конечно, придает Вот тут вот проклятый газ Чертов Будь бы он Будь бы он не настен Или как надо сказать Это шкафчик со всякой утварью Полотенца Какие-то пылесосы Ну что тут еще? Два пылесоса Так, детская комнатка У ребенка своя ванная Давайте посмотрим Детская комната Две кровати То есть, если у вас двое детей Пожалуйста Вон две кроватки Для детей Вот такой вид из окна Посмотрите Гора, да Вид на горы Ну вот здесь дети ваши Могут спать Давайте дальше смотреть Ковровое покрытие Я не очень люблю Потому что Мало ли кто наблевал Правильно? И вы потом будете нюхать Знать, не знать Думайте, что за ванище такое Оказывается, там какой-нибудь Павел Петрович Наблевал, насрал Правильно? Это же не вымыть Все из ковра Давайте дальше смотреть Ну что у нас Ванночка Вторая Вот эта Писю с попой Мыть негде Сразу говорю Две раковины Это удобно Но здесь нету Писи с попой А мусульманские Женщины обязательно Должны мыть Писю попу Постоянно Пять раз в день Поэтому приходилось Надевать шапочку И залезать в целиком В душ Это бесполезный сейф Непонятно Если вас решат ограбить Сейф не заберут В чем проблема Так Это очень хорошая Гардеробная То есть я все свои 35 чемоданов Сюда выглядела И на плечике Все это развесило Все Вот такая красота Фен здесь был Дальше Вот это наша С Николаем Любовная ложа Друзья мои Здесь все и происходило Можете себе представить Это было очень страстно И очень романсично Крайне романсично Ну такой вот столик Если надо сесть Там что-то такое Поработать за компьютером Ну такой же вид из окна Короче Потек чертов газ Я не знаю Он тек и до нас Конечно наверняка И мы оттуда свалили На два этажа ниже Ну вот посмотрите Все в масках Все в масках В Мехико Просто 99,9 Целиком надевают маски Даже на сапырки свои Не вытаскивают Можете себе представить Седовласый Николай С такой женщиной жить Понятное дело Будешь тут и седой И лысый И весь в нервных тиках Ну посмотрите Вот он Город Мехико Как он прекрасен Как он божественен Боже мой Точно пойду подаваться На политическое убежище Друзья мои Вот Вот и все Посмотрите Все эти помпезные дворцы Флаги Сейчас мы поднимемся По-моему В очередной Да Видовый ресторанчик Очень хорошенький Такой Там очень все Продувало хорошо Так Ну что-то Я прямо уже задыхаюсь Устала Был какой-то праздник Видите Люди там Столпились Что-то Они выкрикивали Такое Но в целом Они я бы сказала Они не любят Никакие устраивать Прямо такие Забастовки Люди Они безгранично Добрые Мирные Но если что Мафия у них Самая суровая Я вам уже не раз Это говорила Мексиканцы Самые жестокие Мафиозники На свете То есть Они могут вас Посадить в бочку С кислотой И сварить Если вы вдруг Решите Приторговывать их Белым порошочком Волшебненьким Это моя Серафима Художница Моя талантливая Вот Повсюду Наверное Какие-то Бесконечные Посольства Отели Улочки Мехико Безумно Чистый город Посмотрите Какой там Интересная Плиточка Такая синенькая Мехико Безумно Чистейший Город Просто Причем Удивительным Образом Нет урн Они бумажечки В сети Бросают Это понятное Дело Но такое Количество Дворников На метр Квадратный Что просто Диву даешься Дикое Количество Дворников Посмотрите Чистейший Город Просто Чистейший Город Ну В общем-то Я в восторге Вот я живу Месяц Уже Мехико Думаю Планирую Наверное Все это Продлить Дело Еще На год Как минимум Но планирую Переехать В район Санта-Фе Там Жилье Будет Чуть Чуть Подороже Подороже Это какой-то Китайский Квартальчик Даже В Мехико Есть Китайские Квартальчики Посмотрите Там Будет Санта-Фе Райончик Подороже Но Преимущество В том Что Там Все будет Очень закрыто И уже Ни буденьких Ни бомжей Никто По идее Не должен Вам Это самое Изнасиловать Вас Во все щели Так Это очередной Ресторан Ресторан При отеле Очень много Ресторанов Обычно При отеле Все Смачиваем Ноги Я не знаю В чем В чем Что они туда Наливают Какой-то Формальдегид Или что Это начинается Какая-то Так Сейчас скажу Это бобы Смесь С сыром Они все это разогрели Это все кипит И вот эти бобы Смесь С сыром Еще с каким-то Соусом Вы перемешиваете И кушаете Все это с начисами И вот с этими Острыми соусами Ребята Вот с этими Видите Я обожгла себе Дважды Причем Вот эти кусочки мяса Вы выбирайте Какое вам пожирнее Посочнее Я люблю мясо с кровью Так что прям Кровь хлистала Хлистала Так я повышаю Свой гемоглобин Свой ферм Своё железо Друзья мои Вот так Ну что я хочу сказать С красным сухим вином Николаша Что и Цезарь Тоже салат И Николаша Пьёт маргариту А я Пью красное Друзья мои Сухое вино Я фанат Красных сухих вин Пожалуйста Вот он Прекрасный кусок мяса Значит Чем хороша Вот эта доска Если вы чувствуете Что вы Перебздели с кровью Вы можете Своё мясо Дозажарить То есть вы отрезали Видите Что оно абсолютно сырое Вы можете Приложить Вот так пошипеть И дожарить Понятно Вот и всё Друзья мои Так Что это Ну это Чуросы Опять же Чтобы у вас Вообще Лопнуло Всё Что только есть Кексик Внутри С горячим Горячим Шоколадом И ванильным Мороженым Вот Шоколад Такой Оттуда Вытекает Очень вкусный Друзья Очень вкусный Так Ну это Опять Другой Ресторан Другой Я уже не знаю Что это за Ресторан Он тоже Очень красивый Посмотрите Как он Помпезный Какой он эффектный Да Очень интересный Ресторан Мы решили Зачем-то Непонятно Взять чёрную икру Не знаю Я её не люблю Моя подруга У неё мама Работала Каким-то там В общем Этим завхозом И она У неё по трёхлитровой Банки икры были И мы Эта икру Она у неё сохла Мы кормили собак Псов И там это всё Никто не ел В общем Это было совершенно Не ценно И так интересно Что сейчас Почему-то Это стало ценно Непонятно Но красную икру Я люблю больше Кстати Чёрную Чёрную Как-то она Не особо Впечатляет Но у неё Видите Какая-то Очень такая Хорошая Ценность Вот именно Витаминная Ценность Так Это торговые Центры Мехикани Просто бесподобные Их какое-то Дикое множество Совершенно И знаете Весь прикол в том Что в эти Тиффани И прочие Прочие Магазины Стоят Очереди Я вам Клянусь Ещё Хрен попадёшь То есть Покупательная Способность Это дворик Как обычно Да То есть Ты заказываешь Что угодно Официант Ти приносит Что хочешь Это дворик Вот такой Как он называется Не продуктовый Дворик А ресторанный Скажи Кутики Мои любимые Гелы Сцелую Мои пупчики В попочку Вот как раз Этот момент Как улетает Вертолёт То-сё Босс Навестил Свой офис Прекрасный С красивой Секретаршей И полетел К жене На свою вилу Понимаете Ну это всё Плодотворил Секретаршу И улетел В долгие края Так Пин-код вам Показываю Друзья мои Только вам Нет Пин-код на обратном пути Покажу Значит Выходим И выходим Я просто покажу Небольшой Не рун-тур А именно Непосредственно Сам дом Сам дом Шикарный Состоит из двух лифтов Пробраться туда Почти невозможно Какому-нибудь Например Насильнику Всё У меня эти Насильники Преследуют Так Спускаемся В лифте Если Короче Вас соберутся Ограбить То это будет Крайне трудно С улицы Это сделать Будет невозможно Выходим На одном лифте Поворачиваем Смотрите Да Сколько красиво Всё Очень поворачиваем Дальше Идём 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 Такое пространство Здесь могут Тишечки играть Здесь находятся Эти Как их Почта Вы можете Забирать свою Почту Коридорчик Слева Справа Небоскрёбы Да Вот эти горы В общем Всё это Восхитительно Небо Буквально На вытянутой Руки Поскольку Мехико Высоко В карах Находится Идём Дальше Давайте Дальше Женская Мужская Раздевалка Поскольку Здесь Шикарнейший Спортзал Их так Много Я сейчас Задохнусь Я сейчас Стою в гардеробной Здесь нет Кислорода Вообще Ну думаю Ещё хватит На 5 минут Буквально Соответственно Тут есть Сауна Понимаете Да И сауна И финская И турецкая Джакузи Игровая комната Это вот Всё на территории Дома То есть Если вы Сняли себе Этот апартамент То вы Естественно Всем этим Пользуетесь Но Поскольку Сейчас Карантин Все эти Зоны Закрыты Это Я не помню Как-то Комната Для совещаний Дальше Бассейн Огромный Роскошный Вот Огромный Роскошный Бассейн Вот такие Спортивные Залы Видите Да Тренажёрные Залы Шикарные Совершенно Там Выход в бассейн Туда Охраны Охраны Какое-то Просто Немыслимое Множество Немыслимое Множество Охраны Уборщиц Всё это Нализывается Натирается Администраторов Они всё Следят Кругом Камеры Ну Немыслимое Что-то И что Значит В чём ещё Огромное Преимущество Вот Водиться Напиться Пожалуйста Вызываемый Лифт В чём ещё Огромное Преимущество Друзья Мои Вот и я зашла Преимущество В том Что Дом Находится На территории Торгового Центра И ты выходишь Вот я сейчас Прям покажу Вот вы выходите Из лифта Посмотрите Да Как всё Очень уютненько Вы выходите Из лифта Повсюду стоят Опять же Охранники Администраторы Их херово туча То есть лифта Два В общем Здесь ты можешь Выйти Пожалуйста Ты можешь Спуститься Ниже Ещё есть Несколько этажей Ниже Где у тебя Припаркована машина Здесь ты можешь Вызвать такси За тобой Приедет Uber Сел в Uber Поехал куда надо Тут ты можешь сидеть Курить Пожалуйста Если курильщик Вышел Сел Кури на здоровье Николаша Переживает уже Куда его Женщина Делась Давайте будем Смотреть дальше Вот видите Он зашёл с телегой Всё То есть ты можешь Зайти прямо Из торгового центра Где ты накупил Продуктов С телега Дверь тебе открывает Дормен Естественно Лифт На лифте ты можешь Подняться куда угодно Огромный боулинг Наверху находится Дикое количество Магазинов Ресторанов Немыслимое количество Также ещё плюс Старбакс Пожалуйста Дикое количество Каких-то Салонов красоты Даже Салоны красоты Для собачек Всё То есть ты сразу Оказался В торговом центре Если например Идёт дождь А сейчас летом Сезон дожди По вечерам идут дожди Ты спокойно Вообще Гуляешь По торговому центру Даже не переживаешь Всё Вот зона магазина Зона ресторана Спускаемся вниз И внизу Мы оказываемся Тоже видим Тут всякие химчистки Вот всё Что тебе нужно 90% всего открыто Также кинотеатры Шикарные здесь есть Чуть позже покажу Всё Мы идём в супермаркет Вот Кто-то Например Кто-то Может приехать Поставить машину Свою Пожалуйста Поставил машину Приехал сюда В торговый центр Дикое количество Продукции Дикое То есть Америка Нервно курит Сторонки Я вам клянусь Серьёзно Говоришь Два года в Америке Прожила Мехико Дает фуру Вообще Очень-очень Многим Любые фрукты Фрукты Свежайшие Если в Америке Много пластмассовых Фруктов То тут Фрукты Обалденные Алкоголя Какое-то Немыслимое Множество От и до Причём Цены От 3 рублей От 3 песо Заканчивая Там Какой-то Уже Серьёзной суммой Более того Недостаточно Того Что стоят Камеры Тут стоит В прямом смысле Слово Охранник На лестнице То он себе Такую стремяночку Поставил Заполз на эту стремяночку И он на этой Стремяночке Стоит и смотрит Чтобы не стащили Дорогой алкоголь Причём Прекрасно все понимают Что никакой Мексиканец Это воровать не будет Видите Дорогое Какое вино Да 20 тысяч песо Я не знаю Сколько 20 тысяч песо Ну это Недешёвое вино Я уже не помню Как там Что переводится В общем 20 тысяч песо Это недешёвое вино А он боится Я так полагаю Этих Как они называются Которые Богатых людей Которые любят Воровать Вот у них Есть такая Манера Зайти И что-то Жёстко спиздить 84 тысячи Коньячок Ну вот То есть это тоже Недешёвый коньячок Так я тут Сдохну сейчас В этой Кондеечке В которой я стою Так И весь ужас в том Что когда у меня Не было денежек Мне так хотелось Выпить Вот что-то вкусное А сейчас Денежки есть И сила на то Чтобы выпить Всё это вкусное Нет Вот видите Охранник стоит На стремяночке Вот прикол такой Мясо Мясо Рыба Этого Какое-то Немыслимое множество Качество Фантастическое То есть самое вкусное Мясо Которое есть Оно находится В Мексике Ну в принципе В Америке Тоже в Ригоне Например Вкусное мясо Но в Мексике Оно безумно вкусное Ну морепродукты Сами понимаете Вот И вы можете Эту телегу Прямо с тележкой Вы можете С продуктами Вернуться к себе Домой Всё Взяли телегу И спустились Вот смотрите Замок вот такой Вы набираете Свой пин-код Нажимаете Свой пальчик На отпечаток Пальчика Можете Его зафиксировать И дверька Открывается Так Это я не поняла Это что у нас По второму разу Я показываю Этот музей С ума Музей тут Между прочим Бесплатный В большинстве своём Это прекрасно И мексиканцы Я вам скажу Не ломятся Посмотреть музеи Не ломятся Так Вот посмотрите Это как это называется На велосипеде Дискотека Они там все прыгают Бегают Обычные По выходным Вот Вот такой просто Какой-то титанический Космический лифт Огромные Музеи Современного искусства Сейчас вы посмотрите Шматки Картона Рваного И различные Всякие Инсталляции Пластмассовые Бездарные Всякого рода Пирожки с говном Так сказать Посмотрите Друзья мои В отличие от музея Саумай Который я скоро Вам покажу Да Все остальное Конечно Блекнет Там такое Дикое количество Ренуара Он скупил Для своей жены У него жена Скупала всю коллекцию Вот Она Жена умерла От рака И он сейчас Вот В память О своей жене Открыл музей Но это не этот музей Вы видите Да Вот такие Какие-то Вот догадайся Сам Называется Вечно Вот эти комнатки В которые Ты зашел И знаешь Вот называется А король-то голый Вот это Про современное искусство А король-то голый Какие-то шматки Проволок Все это горит Подсвечено Ну в общем Единственное Что я хочу сказать Мне в принципе Нравятся просто Вот эти пространства Потому что там Хороший кондиционер Вкладывается Много денюшек В принципе Да И просто Приятно прийти Вот Послушать музыку Там Выпить кофе Купить какую-то Может быть Футболку Книжку Блокнот Интересный Вот Вот это просто Женщина С венком На голове Все Укурившаяся Это диду С дряхлой Жопонькой Диду Вот Да-да-да Девочки Это горы Это горы Горы Вот того самого Продукта Мексиканского Просто Унюхайся Засуни себе Это в рот В жопу Во все дырочки Которые у тебя только есть Ну это все И будь счастлив Так Ну что это у нас Не знаю Что это такое Что это Друзья мои Еще хотела сказать Что Мехико Это город собак Тут столько собак Даже бультерьеры Добрые Кстати Вот у нас в России Почему-то бультерьеры Очень злые А в Америке И вообще во всех других странах Эти бультерьеры Как поросятки добренькие То ли потому что их на драки Не водят Не знаю Но у нас они в России Какие-то злые Питбули и бультерьеры А здесь Такие добрые хрюшки Не знаю Зачем это Я так долго Все это снимаю Ну в целом Вы понимаете 21 градус Круглый год Мехико Зимой конечно Бывает Опускается температура До плюс 5 Ходят они В пуховичках Курточках Но в целом Очень-очень-очень Она такая в меру Довольно сухой климат Я бы сказала Но вот я живу здесь месяц И до сих пор задыхаюсь Не знаю Как пойдет дело дальше Не знаю Не могу сказать Вот опять Такое чувство Что вас хотят наебать Друзья мои Посмотрите Вот это что Ну это просто кусок Какого-то говна Так Книги Надят Книги Я купила тут футболку Я очень люблю покупать Различные футболки Ручки в таких магазинах Почему? Объясняю Потому что оно неповторимо Ты купил Больше ни у кого нет А вот хорошая идея Смотрите Кафе В котором находятся медведи Если вам скучно Вы можете Посидеть вместе с медведями Пальмы Очень интересные виды Форма Пальмы Я забыла Как называется Эта олочка Проспект Он просто бесконечный И замечательный Очень уютный И порой Все это напоминает Даже какие-то Европейские городочки Все такое Очень миленькое Видите Да Елочка Вот такая Вот Можно посадить елочку И ее нюхать Так По-моему Мы сейчас с вами уже будем А не Мы не будем прощаться Сейчас я киношку вам покажу Ребята Подождите Не уходите Ребята Вот киношка Киношка Совершенно замечательная Стоит она Вообще Три копейки Вот эти их VIP Если в России Довольно дорогие кинотеатры Вот эти Кожаные кресла Которые То в Мексике Они недорогие Видите Все заклеено лентами То есть Я не знаю Два человека Должно в зале сидеть Все остальное Вот так будет заклеено Нельзя сидеть То есть Большая дистанция Социальная Подходит официант Спрашивает Что ты хочешь Все Чай, кофе, ряженка Ты ешь Так Это что Шарики Шарики Собачки Бомжей Немного По крайней мере В этих районах Немного Бомжей Бомжей Это скорее Вот такие Индиецы Которые работать Не хотят По-моему Это была Херня Уже По второму Разу Вот это Белочки Мексиканские Посмотрите Это белочки Такие Хорошенькие Так Что-то я хотела Сказать Ребята Подождите Сейчас я Вспомню Сейчас вспомню А это еще Очередной музей Это будет Музей Рядом с Мексиканскими Импрессионистами Да Диего Ривьера Там кстати Будет Сейчас мы его Посмотрим С вами Хороший музей Неплохая Коллекция Вот Посмотрите Вот он Этот музей Мексиканские Импрессионисты Потолок Совершенно Замечательный Волшебный Просто Такой Глобус Светящийся Вот как раз Диего Ривьера Посмотрите Его работа И его Автопортрет Вот он Какой Пухлик Хотела сказать В него влюбилась Наша Сальма Хайк Вот эта женщина Мне кажется На меня Чем-то похожа Поэтому я засняла Тут какие-то Сиреневые Розовые Голубые Непонятные Какие-то Плевки Ну все Я держусь Ребята Мне надо Придержаться Парочку Инсталляций На выходе Из музея Мы с вами Наблюдаем Да Друзья мои Вот и все Видите У меня язык Без костей Могу Вот это нести Бесконечно Главное не охрипнуть Двухъярусные Как они называются Автобусы У них такие Красивые Двухъярусные Прямо как в Лондоне Как в Лондоне Вот Велосипедные дорожки Все очень Красиво Организовано Люди Они довольно Такие Ну по крайней мере Вот эта прослойка Спортивная Да Вот в этих районах Довольно Спортивная прослойка Людей живет Так-то мексиканцы Особо понимаете Да Не горят желанием Но вот эти люди Которые к чему-то Бесконечно стремятся Они любят заниматься Спортом Так А что это у нас Тут такое Что такое Ты такое Очередные небоскребы Какие-то интересные Очень интересные Вот это я Дампердама Дама Пердама Друзья мои Дампердама Это мы высоко В какой-то дорогой отель Зашли Я не помню Как он называется Мы туда зашли Поднялись на крышу Что-то там съели И спустились Лицо моего ребенка Когда она узнала Что ее мать В детстве Рисовала Порножурнал Да, дочка? Это что-то для тебя Очень необычное Ну так и было У меня даже Все было правдой Это все было Доченька, правда Твоя мать Малолетняя извращенка была Здравствуйте Здравствуйте Какая красота Скажи спасибо Доченька Вот такой диалог У нас состоялся С ребеночком Она не перестает Удивляться Своей мамочке Мамочка У нее очень Женщина интересная Да, ну вот этот отель Вот опять я Посмотрите Это я Советская львица Мадонна Ни ночь И не помню Как назывался этот отель Но отель красивый Вот там такая красивая Люстрочка Сейчас я вам покажу Люстрочка такая На протяжении Не знаю Три этажа Наверное Это точно Схитсиционно Схитсиционно Друзья мои Посмотрите Вот она Эта люстрочка Вот Вообще Люблю я Вот конечно Люблю я Вот это Лакшери Вот знаете Всякого рода Хостел И всякая Срань Это конечно Уже не солидно В моем возрасте Согласитесь Все таки Психолог Должен 42 года Отдыхать По нормальному Я вам скажу Так Ну что это Вот эта люстрочка Пожалуйста Фонтан Вот и фонтан Вообще Последнее время Меня посещает Щедрость На самой себе То есть Если я раньше Там была Думала Я там Завтра Одену Это шопинг Это шопинг Торговый центр Очередный Если я раньше Говорила Да ладно Да потом Куплю Потом Одену То сегодня Все Я поняла Что ни завтра Ни потом Не будет Что надо Сегодня Это купить Все Сегодня Все Сегодня Все Меря Меря температуру На кисти Как вам нравится Прям смешно Как будто Тебе будет 41 на кисти Это называется Измерить температуру Кунуешь На движись Это очередной Прекрасный Торговый центр Все Там есть Все Что вы хотите Вот Армия Армия Не армия Когда полиция Полиции В Мехико Просто какое-то Ненормальное Количество Причем Они такие Строгие Но В отличие От Этих самых Американских Полицейских С ними Можно договориться Понимаете В этом плане Они такие Товарищи Сговорчивые Страна Поскольку Крайне Коррупционная Собственно Как Россия То Вся административная Часть Крайне Сговорчивая Вопрос Решается Быстро И легко Вот это Я все Вам показываю Районы Восхитительная Ну все Друзья Вот и все Мои котики Целую Вас Обнимаю До новых встреч Надеюсь Мой влог Вам очень понравился Продолжение следует...